Здравствуйте, дорогие друзья! Заказал я себе вот такие прикольные часы, многофункциональные, с сайта Алиэкспресс, Nord Edge. Нашел очень хорошего продавца. Не знаю, вроде это какой-то официальный представитель Nord Edge на Алиэкспресс, что ли. Ну, посмотрите, ссылку я оставлю под видео. Есть разные цвета, заказал я себе черные. Сейчас все покажу. Вот пришли часы вот такой коробочки. Очень быстрая доставка. Вроде меньше двух недель. Часы уже у меня. Молодец продавец. Огромное спасибо за такую быструю доставку. Так вот, в этой коробочке была еще одна коробочка. Открываем, и здесь часики. Я уже их вынимал, поэтому они, наверное, были вот так вставлены. Есть разные варианты циферблата. Есть черный циферблат и белые цифры. И есть белый циферблат и черные цифры. Еще даже какой-то вариант один есть. И разные цвета ремешка. Вы можете перейти по ссылке, посмотреть все доступные. Сейчас мы вернемся к часам. Давайте посмотрим комплектацию. Что здесь еще есть. Так, откроем. А здесь больше ничего нет. Только инструкция. Инструкция на двух языках. Английский и китайский. Ну, английская, думаю, вам пригодится. Очень много функций в часах. Поэтому я даже сам сидел, сидел и во всем не разобрался. Нужно будет еще посмотреть. Но сейчас расскажу все то, что я понял. И чем я уже пользовался в этих часах. Так, давайте посмотрим на качество изготовления. Часы очень хорошо сделаны. Так, здесь есть пленочка. Мы ее пока удалим отсюда. Так. Вот. Кстати, давайте проверим. Это стекло. Да. По всей видимости, вот это стекло. Какое-то минеральное. Очень четкие. Такие... Ну, мне очень нравится этот циферблат. Такой черный и белые цифры. Кстати, здесь есть подсветка. Не знаю, будет ли вам видно. Она очень хорошо светит в темноте. А сейчас, конечно, видно плохо. Но там зелеными цифрами цифры подсвечиваются. И все вот эти показатели. Так, смотрим на качество изготовления. Часики сделаны безумно качественно. Нет никаких заусенец. Все очень хорошо подогнано. Вот ремешок даже без щелей. Идеально садится к основанию. Ремешок сделан с такой приятного силикона. Резины. Ремешок... Вот видно очень много отверстий. Это хорошо, потому что вы сможете, во-первых, себе подобрать тот диаметр, который вам подойдет под руку. И, во-вторых, это наличие вот этих отверстий предотвращает запотевание руки. Как на меня это хорошо придумали. Хорошая такая металлическая, наверное, с нержавейки. Замочек хороший. Ну и все остальное из пластика сделано. Ну и здесь металл. Также фирменный знак Nord Edge производителя. Давайте замеряем их параметры. Параметры часов. Диаметр 47 мм. И толщина часов 15 мм. Вот такие они маленькие, но очень функциональные часы. Давайте еще, наверное, даже проверим вес этих часов. Я думаю, это будет интересно. Они нелегкие, но и тяжелыми их не назовешь. 68 грамм. 68 грамм весит вот эти часики. Смотрятся на руке очень красиво. И ложатся как влитые. Мне это очень понравилось. Вот как они смотрятся на руке. Я обычно не люблю, когда часы очень толстые. Но вот эти мне очень удобно держать, вернее, носить на руке. Так, ну а теперь давайте посмотрим по функционалу, что здесь есть. Давайте я немножко опущу камеру и смотрим. Здесь мы видим время, часы, минуты, секунды. Внизу есть показатель дата, месяц и дата. Вверху это часы вроде как рыбацкие. И здесь барометр. Это что-то вроде прогноза погоды. Здесь показано давление и отклонение в диапазоне 3 часов. Вот через каждые 3 часа. И вот слева стрелки показывают на уменьшение, насколько я понял, или на повышение идет давление. И вот здесь прогноз погоды. Ну что-то вроде прогноза погоды. Сейчас у нас очень такая пасмурная погода и что-то похожее, что будет дождь. И здесь я вижу, так же показывает. Вчера было тоже. То же самое. Ну увидим, будет сегодня дождь или нет. Так, здесь можно переключать вот этой клавишей. Она служит как подсветка. Сейчас мне тяжело будет вам показать, но светятся часы очень хорошо в темноте. И также она переключает, вот видите, была дата и месяц, а сейчас у нас градусник. 26,5 градуса. Чтобы точность измерения градусов была выше, часы рекомендуется снять на 1 минуту. Чтобы подстроилась под, не под руку, а под внешние факторы, там на улице, где вы находитесь. Я сейчас в квартире. Так, вот и все сейчас здесь. Здесь у нас есть вот такая история. Что значит история? Это часы сохраняют какие-то параметры на этот час. Вот, например, если вы нажали вот историю. Сейчас я уже дальше пошел. И зажали вот эту клавишу. А, вот она. Зажали вот эту клавишу. Часы сохраняют час, время, которое сейчас на данный момент. И, так как это измерение гигапаскалей вроде, и давление. Да, это вроде давление показывается в гигапаскалях на этот момент. Это важно вроде для рыбаков, которые занимаются спортивной рыбалкой. Когда там клюнула рыба, что ли. Ну, мне так объяснили, что это записывается, в какое время, какое было давление и когда клюнула рыба. Ну, что-то такое. История доступна на 6 замерений. Так, дальше смотрим, что здесь есть. Так, это история. Это у нас будильник. Будильник здесь один, насколько я понял. Так, дальше. Это у нас секундомер. Старт, стоп, сброс. Это очень полезная вещь. Не только для рыбаков. Я думаю, это для каждого полезно. Это таймер. Здесь можно наводить разные показатели. 1 минута, 2, 3, и так несколько часов. И обратный отсчет. Старт, стоп, 8. При завершении вот этого обратного отсчета будет сигнал. Вот можно остановить и можно сбить все. Так, дальше. Так, секундомер, таймер. А, вот и все. По этой клавише все. Так, вот. Если мы нажимаем просто, с основного меню нажимаем верхнюю и правую клавишу, нам показывает давление и показывает тот же прогноз погоды. Насколько я понимаю, это прогноз. Возможно, я и ошибаюсь. Это что-то другое. Но это, мне кажется, измерение давления, показатели за каждые 3 часа. Что вот это такое? Это, наверное, максимальное давление там показывает. Я вот это также не разобрался. Вот это давление на данный момент, а вот это, наверное, что-то из истории показывает. А, возможно, максимальное давление за сегодняшний день. Так, дальше. Так, дальше. Так. Давайте на основное меню. Вот. Нижняя, правая клавиша у нас включает показатель высоты над уровнем моря. Вот сейчас показывает 72 метра над уровнем моря. Альтиметр это. Так, и по ходу все. Вот такие часики, но функциональные из Китая. Мне часы очень понравились. И дизайн понравился, и функциональность этих часов понравилась. Ну, и удобность, конечно, мне понравилась. Я часами доволен. Ссылка на эти часы под видео. Если будут у кого-то какие-то вопросы, задавайте. Не забудьте поддержать меня. Поставьте лайки. Подпишитесь на мой канал. Очень прикольные часы из сайта Алиэкспресс. За довольно-таки небольшие деньги, как на этот функционал и на это качество. Всем спасибо. До свидания.